Приветствую вас на канале StarLifeTV. В этом видео я расскажу о символике и жутком послании в реверсе в клипе Димы Билана «Монстры в твоей голове». Клип на песню «Монстры в твоей голове» является одним из самых жутких творений Димы Билана. Премьера его состоялась еще в 2017 году. Ролик снят в жанре хоррора и больше напоминает мини-фильм. С первого взгляда кажется, что песня посвящена нездоровым отношениям двух абсолютно разных людей, которые любят друг друга, но не могут быть вместе. По факту же сюжет полностью строится вокруг идеи о нереальности нашего мира. И если в прямом значении эта теория преподносится в завуалированной форме, то в тексте реверса она озвучивается предельно открыто. Режиссером клипа Димы Билана на песню «Монстры в твоей голове» был Антон Родин. Главную роль в музыкальном видео исполнила актриса Алина Полякова. Действие ролика, как в классическом фильме ужасов, разворачивается в заброшенном особняке, стоящем посреди леса. На первых секундах мы видим Алину, шагающую по заросшему саду. На фоне звучит зловещий шепот, повторяющий фразу в твоей голове. Это один из первых намеков на то, что все происходящее разворачивается внутри ее сознание. Девушка медленно подходит к заброшенному дому и смотрит на захлапывающееся окно. Затем она заходит вовнутрь, на секунду останавливаясь в дверях. В этот момент подчеркивается символизм всевидящего ока. Далее Алина начинает бродить по пустым комнатам среди покрывшейся пылью мебели. Сам дом символизирует подсознание актрисы, в глубины которого она решилась заглянуть. На стенах комнат можно увидеть пустые рамки для фотографий, что говорит о том, что все воспоминания главной героини стерты. В одной из комнат Полякова останавливается напротив огромного зеркала, символизирующего портал в иное измерение. Глядя на него, в памяти Алины всплывают картины из прошлого, когда она была счастлива с любимым мужчиной. Спустя пару секунд в отражении зеркала появляется мужчина в черном балахоне. Его наряд похож на одеяние участников тайного общества во время оккультных ритуалов. Параллельно с этим показываются кадры с Димой Биланом. Певец сидит на стуле посреди комнаты с заколоченными окнами. Он связан и не может пошевелиться. Для главной героини клипа Билан является лишь персонажем из подсознания. Она не может выкинуть его из своей головы, так как когда-то испытывала к нему сильные чувства. Далее мы видим, как перед Алиной возникает человеческий силуэт, накрытый простыней. Актриса срывает ее, но обнаруживает под ней лишь пустое место. Данные образы символично показывают, что все страхи находятся внутри нашего подсознания и не имеют реального воплощения. На следующих секундах камера делает акцент на стоящей на столе клетке. Клетка символизирует отсутствие свободы и ограниченность человеческого сознания. Далее в клипе сидящий на стуле Дима Билан неожиданно оказывается в полной темноте. Рядом с ним с разных сторон начинают выскакивать жуткие демоны. Место, в котором оказался певец, напоминает низший астрал. Здесь обитают сущности, питающиеся низкочастотной энергией людей. На фоне всего происходящего звучит шепот, повторяющий фразу в твоей голове. С одной стороны, он дает понять, что действие разворачивается внутри сознания Билана. Он борется со своими страхами, которых на самом деле не существует. С другой стороны, этот момент, как и весь сюжет клипа, дает отсылку к теории о том, что наша жизнь представляет собой лишь подобие сна. На самом же деле, человеческое сознание является одинокой частицей во Вселенной, которая визуализирует свой собственный мир. Перемещаясь в темноте, Билан встречает Полякову. На актрисе надето белое платье, а сама она парит в воздухе, словно бестелесный призрак. Следом внимания артиста привлекает черная стена, из которой торчат сотни человеческих рук. Они тянутся к Диме, как будто прося о помощи. Подобным образом в клипе могут показываться души грешников, заточенных в преисподней. Билан пытается взяться за одну из тянущихся к нему рук, но в этот момент его выкидывает в другую реальность. Алина в это время продолжает идти по пустым коридорам заброшенного дома. Она останавливается у одной из стен и видит на картинной рамке изображение себя и Димы. Воспоминания снова пробиваются сквозь ее подсознание. В этот момент за спиной актрисы мелькает человек в черном балахоне. Затем Полякова попадает в коридор из книг. Прямо под ее ноги падает роман Достоевского «Бесы». Все это является намеком на одержимость главной героини клипа. Пройдя через коридор, Полякова наконец-то находит Билана. Вот только их встреча совсем не похожа на встречу двух влюбленных. Алина поднимает стул вместе с сидящим на нем Димой и с силой бросает его в стену. Создается ощущение, что телом девушки действительно овладели «Бесы», наделившие ее нечеловеческой силой. Позже Полякова продолжает расправляться с Биланом, скидывая его в итоге с карниза крыши. Данный поступок главной героини можно объяснить не только одержимостью демонами. Он может давать отсылку к технике перепросмотра, описанной в книгах Карлоса Кастанеды. Согласно ей, для того, чтобы устранить привязки к материальному миру, нужно очистить свое подсознание от всех воспоминаний, имеющих яркую эмоциональную окраску. В клипе у Алины эти эмоции вызывал Дима Билан. Сталкивая певца с карниза, она удаляет его из своего подсознания, пытаясь таким образом обрести свободу. После того, как Полякова толкает Билана с карниза, он летит в черную бездну, из которой торчат человеческие руки. Это символично показывает, что душа артиста попадает в ад. Теперь он точно так же окажется в плену и будет молить о помощи. Помимо всего перечисленного в клипе, содержится намек на наличие в реверсе песни зашифрованного послания. Выражается он в виде звукового эффекта обратной перемотки пленки. При прослушивании песни Димы Билана «Монстры в твоей голове в реверсе» нам удалось разобрать следующее. Для удобства музыка отделена от слов. песни Димы Билана «Монстры в твоей голове в реверсе» нам удалось разобрать следующее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Таким образом, в реверсе песни Димы Билана «Монстры в твоей голове» открыто говорится о том, что наша жизнь – это сон. Вокруг этой теории строится и весь сюжет клипа. Согласно ей, весь мир нереален и существует лишь в нашей голове. Спасибо за просмотр! Подписывайтесь на канал, ставьте лайки!